Это опытный образец первой российской зарядной станции для электромобилей. Произведена она здесь, на Рязанском приборном заводе. По своим техническим характеристикам установка не уступает зарубежным аналогам, позволяет заряжать электромобили любых производств и вскоре позволит решить задачу импортозамещения. Сейчас на базе Рязанского приборного завода создано три опытных образца электрозарядной станции «Фора». Тип «Медленная зарядка», «Экспресс-зарядка» и двухпостовая для зарядки одного и двух электромобилей соответственно. Сейчас ведем переговоры еще, чтобы вторую вот эту, в частности, станцию, которая здесь стоит, поставить на испытание уже в Россети. Пока ведем переговоры и, по крайней мере, они нам дали положительный ответ, но готовиться будем. Ну а в принципе мы сейчас начинаем уже работу, активную фазу, так называемую, по разработке конструкторской документации и началу серийного производства. Но для начала пока то, что наиболее интересует заказчиков в виде Россети, то, что можно им предложить, это вот зарядку «Медленную». Хотя со стороны завода «АвтоВАЗ» имеется тоже предложение по ускорению развития и «Экспресс-зарядок». Этой весной Москва уже приступила к тестированию опытного образца. Полномасштабные исследования продлятся до конца 2015 года, а предложение специалистов послужит основой для доведения новой российской электрозарядки до серийного производства. Начало, как бы, идеология всей этой работы, она где-то была в 2011 году положена. Ну, год, наверное, на всякий, на рассмотрение всевозможных вариантов, где мы себя видим в этой, как бы, работе, какие возможности у нас есть. Мы сейчас закончили с тем, что в 2012 году у нас состоялся контакт с «АвтоВАЗ». И в результате этого контакта мы попытались и сделали, так сказать, силовую установку быстрой зарядки электромобиля «Эллада». С другой стороны, появляется серьезная информация о том, что есть разработки, позволяющие при том же весе аккумуляторных батарей иметь, вот скажем, у «Эллады» сейчас пробег составляет 160 километров на полном заряде. Но сейчас есть разработки, в том числе, например, Мочесецкого технологического института и других там учреждений, которые говорят о том, что полный заряд аккумуляторов при весе в 200 килограмм обеспечивает до 1000 километров пробега. Тогда, конечно, электромобили уже становятся вне конкуренции относительно подключаемого гибрида и, ну, вопрос перспективы. Универсальное зарядное устройство «Фора» будет обеспечивать параметры зарядки на уровне лучших мировых образцов, а также сможет легко адаптироваться под электромобили разных производителей, такие как «Тесла», «Митсубиши», «АвтоВАЗ». Сейчас, в общем-то, водитель подключил свой электромобиль к зарядной станции «Медленный». Таким образом, что с помощью RFID-карты он получил доступ к электросети и, подключив электромобиль, он приступил непосредственно к получению электроэнергии на электромобиль. На индикаторе можно увидеть, как электроэнергия отпускается и идет, значит, от индикации отпущенной электроэнергии. После окончания, когда процесс закончится, с помощью приложения RFID-карты к соответствующей зоне зарядной станции происходит открывание люка станции и, таким образом, выдергивается вилочка и электромобиль, уже с соответствующим полным баком электроэнергии, может спокойно уезжать. Владелец электрокара говорит, что это не единственное авто в его гараже, так как, по его мнению, электромобиль подходит больше к летнему времени года. На зарядку такого авто уходит где-то час. «Для этого у нее есть автомобильная зарядка штатная, 220 вольт. Она заряжается порядка 10 часов, то есть составляю на ночь еще, она заряжается. А в процессе приобрел приборного завода, приобрел зарядное устройство, которое заряжает быстрый заряд, 380 вольт. Очень довольный. По мощности все то же самое, как и обычная калина. То, что у нее разгон идет, если у обычной калины 7 секунд, то это 10 секунд, 3 секунды разница, 100 километров. Это незаметно. Сказал бы, она более приемистая, поэтому не надо получать скоростя, не все остальное. Ну, довольно быстро». По оценкам экспертов, потребность России в зарядной инфраструктуре оценивается как минимум в 500 тысяч зарядных станций всех типов. Сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч электромобилей. В 2020 году доля электромобилей может достигнуть 10% от общего числа автомобилей в мире.